Здравствуйте, мои хорошие! Перед вами ознакомительный фрагмент аудиокниги, ссылка на полную аудиокнигу в описании под видео. Перейдя по ссылке, вы сможете скачать книгу, прослушать ее онлайн или получить книгу в текстовом виде, например, в fb2 формате. Приятного вам прослушивания! Кто-то из ребят поднялся и тут же получил пулю в спину. Я грязно выругался, а Рик стиснул челюсти до хруста. Вик, чтоб его, придурок! Эй, живой! В плечо попали! Жив! Еще раз встанешь, сам застрелю! Затрещала рация. И яс принял вызов Рика. Я перевернулся на живот, выглядывая из-за насыпи, рассматривая базу и высокий забор. Послышались выстрелы, и мы все затаились, выжидая новостей от Ияса. Не дают подступиться, Нео. Снимают каждого, кто появляется в пределе их видимости. Твою ж мать! Я сжал волосы пальцами, лихорадочно думая, как выбраться из-за подни. Мы увели половину ребят с собой. На базе плохая защита. Если Фрай все же не идиот, он этим воспользуется. Его снайперы уже давно донесли, сколько нас здесь. Давай я отвлеку, а ты попробуй снять снайперов, тихо сказал Рик. Охренел? Да тебя подстрелят, только ты пошевелишься. Я на раз-два-три упал. Давай, как при взятии города, помнишь, когда мы снайперов императора лупили? Помню, мать твою. Тебе тогда бедро прострелили, и я, блядь, три часа тебя на себе тащил. Зато ты снял троих стрелков с крыши. Наши прорвались в город, и мы людей спасли. Тяжело дыша, я снова перевернулся на спину. Да, он прав. У нас нет выбора. Нужно что-то делать. Черт его знает, что происходит в лагере, пока мы тут валяемся. Словно в ответ на мои мысли снова затрещала рация. Они подбираются к базе с другой стороны. Всех наших свыше к сняли. Слышите меня? У нас нападение на базу. Слышим, мать твою. Держите ворота. Укрепите грузовиками. Будьте готовы дать жестокий отпор. Но не пускайте их. Ценой жизни не пускайте. Если возьмут базу, нам конец. Посмотрел на Рика. Давай. Раз, два, три, упал. Понял. И без геройства. Он кивнул, а я перезарядил винтовку и подтянулся к насыпи. Вглядываясь в густую крону деревьев. Где-то там притаились твари. Мне придется стрелять после того, как выстрелят они. В темноте я увижу вспышку дульного пламени. Как же я так облажался, мать их. Ну что, Нео, как в старые добрые времена? Запивай, брат. Да пошел ты! Спою, когда задница твоя уцелеет. Да ладно. Давай нашу любимую. Я выйду против всех. Армия семи стран не совладает со мной. Они обдерут до нитки, действуя без спешки прямо за моей спиной. И я говорю сам с собой в ночи. Я не могу забыть. Так и вертится в голове. За сигаретой. А мои глаза посылают сигнал. Оставь эту мысль. Севен Нейшн Айми. Уайт Стрипс. Он поднялся. Два шага и упал. Вмежду деревьев вспыхнул огонек. И уже через секунду пуля просвистела где-то рядом с нами. И я выстрелил. Понять попал или нет не смог. Проверять только на живца. Рик снова встал. И не успел пригнуться. Как пуля цепанула его. И он с рыком упал на спину. Блядь. Тихо, тихо пополз к нему. Ощупывая рану на ноге. На вылет жить будешь. Быстро-то как. Вот суки. Но ты видел. Стреляют двое. У них всего два снайпера. Это для нас хуже целого отряда. Они не выпустят нас отсюда. А сами тем временем окружают базу, мать твою. Как же я так? И я знал, как. Я отвлекся. Я с ее появлением на острове вообще с катушек сорвался. Меня просто уносит и рвет на части. Потому что рядом. И я о ней думаю. О ней гребаные 25 часов в сутки. И 65 минут в час. Чтоб ее сучку мелкую снова затрещала рация. Мат вздрогнул от звука ее голоса. Она что, мысли мои читает? Слышит на расстоянии? Откуда взялась сейчас из самого ада моей души? Мат, ты здесь? Посмотрел на Рика, а тот усмехнулся и поморщился, когда я ногу его перетянул жгутом чуть выше колена. Мат, отзовись. Ты цел? Здесь, Найса. Я здесь, цел. Я залезла на вышку. Через коммуникации под землей. Нас три женщины. Только мы смогли. Смехнулся. Самые худые и мелкие пролезли через трубу. Моя ж ты девочка. Закрыл глаза, словно вживую, представляя ее лицо с огромными, испуганными глазами, как рацию сжимает тонкими пальцами. Если б ты знала, как голос твой хотел слышать все эти годы. Как представлял его себе и бился головой о стену, потому что так плохо его запомнил. Мы их снимем, Мадан. Продолжайте отвлекать. Понял тебя. Только умоляю. Не на раз, два, три, слышишь? Это много, Мадан. И это знает. Кем же ты стала, Найса Райс? В каком дерьме успела побывать? Я вернусь, и мы опять поговорим об этом. Только сначала я буду долго ласкать твое тело. Так долго, пока пальцы судорогой не сведет. Я устал воевать с тобой, девочка. Я пиздец, как устал. Любить тебя хочу. Прямо в этом пекле любить так, как не мог там, в раю без войны. Слышу. Я люблю тебя. Сам не понял, как улыбаюсь. Пекло запахло ее волосами и телом. Я знаю. И добавил. Не высовываетесь. После выстрела сразу на живот. Скажи. Сказал, не высовывайся. Не это. Зачем? Ты же знаешь. Знаешь? Помолчала, а потом так же тихо добавила. Знаю. Посмотрел на Рика, но тот, кажется, вырубился. Я тронул его шею пальцами. Живой. Ну что, начнем представление? Резко поднялся во весь рост и тут же пригнулся к земле. Выстрел последовал сразу. Быстрый взгляд на вышку, яркий огонек и свист пули. Прорезал тишину. Следом за ним еще один в обратную сторону. Суки. Оба снайпера в работе. Я не попал. И она не попала. Мат! Крик в рацию. Живой. Снова встал во весь рост. Так не пойдет. Надо дольше. Надо, чтоб несколько выстрелов. Я ж везучий, сукин сын, разве нет? Побежал в сторону деревьев. Выстрелы. Раздавались один за другим. Со смертью мы часто играем в прятки. Похоже, сейчас ее очередь меня искать. А вот он я. Или слишком быстро бегаю для тебя, старая. Подальше от этого театра навсегда. Буду работать среди соломы. Да так, чтобы пот лился ручьем. Я истекаю, истекаю, истекаю кровью перед Богом. Все слова вытекут из меня. И я закончу петь. А пятна от моей крови вилят. Возвращайся домой. Сноска. Seven Nation Army. White Stripes. Послышался треск веток. И что-то с грохотом упало на землю. Молодец, девочка. Сняла одного. Мат! Снова ее голос в рации. Мат! Уже громко, истерически громко. Живой! Бабочка, живой! Упал на живот, чтобы отдышаться, глядя на звезды. Еще один рывок вперед, отвлекая снайпера и надеясь, что мелкая попадет в него как можно быстрее. А то так можно и разозлить старуху. Выстрелы раздавались почти беспрерывно. Я склонялся к земле и снова бежал к дороге, отвлекая огонь на себя и надеясь, что парни ползут в сторону деревьев. Они ждут моего приказа. Когда все стихло, я все еще стоял в полный рост, а потом рассмеялся. Бабочка. В рации тишина, и по телу поползла ледяная паутина ужаса. Схватил рацию и сжал в пальцах до боли в суставах. Найса! Ответь, мать твою! Живая! Живая! Лолу зацепили! Наши открыли огонь! Слышишь? У нас получилось! Я слышал. Я отчетливо слышал в экханалию у базы и смеялся. Вот так, суки! Вы все же облажались. И в этот момент почувствовал, как пуля впилась мне в бок. Упал на колени, прижимая руку к ране. Я не понял, откуда стреляли. Огляделся по сторонам. Но ведь там наши. Или кто-то из фраевских солдат выжил. Мат, не молчи! Все хорошо, маленькая. Все хорошо. Лжош! Я больше тебя не вижу. Где ты? Отдыхаю. Скоро пойду дальше. Лжош! Тебя ранили, да? Слегка зацепили. Куда? Вбок. Чуть мясо выдрало. Несерьезно. Я заберу тебя оттуда. Не высовывайся из лагеря. Не выходи, слышишь? Там Месилова. Не смей. Это приказ. Плевать я хотела на твои приказы, Мадан Райс. Ты мне не командир. Лег опять на спину, зажимая рану рукой. А кто я тебе? Мой. Твой кто, девочка? Мой и все. Какая разница, кто? Просто мой. Приказ не нарушать, поняла? На месте оставайся. Меня Иес заберет. Она слегка задыхалась, и я понял, что ползет обратно по трубе. Голос доносится в какой-то глухой тишине. Опустил руку с рацией, и нащупал пистолет за поясом. Меня подстрелил кто-то из наших. Этот же кто-то передал карту Фраю. Набрал на рации комбинацию цифр, связываясь с Иесом. Что у вас? Они отступают, Мад. У нас раненые и четверо убитых дозорных. Отстреляемся и выйдем за вами. Ваши потери. Пока не знаю. Рик ранен. Меня слегка задело. Берегите патроны. Они и так уйдут. Не добивайте. Понял тебя. Держитесь мы скоро. Закрыл глаза, зажимая бок, и чувствуя, как кровь сочится сквозь пальцы. А потом резко распахнул глаза, почувствовав, что кто-то стоит надо мной, направив на меня пушку. Ухмыльнулся, узнав одного из игроков, перебежчиков, которого спасли от казни несколько недель назад. Что ж, с первого раза промазал, м? Или снайпера своего испугался? Так я сейчас не промажу. Ты брата моего убил, сука. Мои соболезнования. Я поморщился и достал из-за пазухи флягу. Не дергайся. Дай спирту хлебнуть перед смертью. Помянуть братца твоего. Хотя я в упор не знаю, кто это был. Хлебай. Все равно пристрелю. Сделал большой глоток алкоголя и выдохнул, когда горло перехватило огнем. Так кем был твой брат? Тебе какая разница, мразь? Будь ты проклят и молись, ты сейчас сдохнешь. «Тссс! Я не верю в Бога. И я и так проклят». Вдалеке раздался рокот приближающегося мотоцикла. И в ту же секунду парень взмахнул руками и завалился на спину. Мне на лицо брызнула его кровь, и я вытер ее тыльной стороной ладони и сделал еще один глоток спирта. «Упокой, Господи!» — его душу без молитвы. Приподнялся, опираясь на локоть, вглядываясь в силуэт на мотоцикле Узнал, и внутри что-то дёрнулось Упрямая ведьма, так и приехала Шлем сняла, и волосы веером взметнулись Бежит ко мне, и уже через секунду губами горячими лицо обжигает Стоя на коленях Расстреляю за то, что приказа ослушалась А сам отвечаю на её поцелуи И волосы глажу ладонью окровавленной Дура мелкая А как же только после тебя? Улыбается и трётся щекой о мою щёку И я млею Блядь, плыву нахрен На волнах бешеного кайфа от этой улыбки Сколько лет она мне не улыбалась Поэтому не сегодня улыбаюсь в ответ А она на ладони моей окровавленной смотрит И лихорадочно футболку задирает, открывая рану И правда слегка Но я же сказал, пока смачиваю эту вату спиртом Глажу её волосы, пропуская сквозь пальцы И когда обжигает дикой болью, продолжаю гладить Я подыхать от боли буду Но если она рядом, ни одна анестезия не нужна Ты лжец Заставил посмотреть себе в глаза И сильнее прижал её пальцы с ватой К своему боку Я никогда не лгал тебе, бабочка Лгал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok